Библия говорит Серьезный вопрос, который становится камнем преткновения для многих церквей, если не для всех. Наверное, в любой церкви на том или ином этапе ее жизни подобные ситуации происходят. А может быть и происходят чаще, чем на каком-то этапе, а достаточно регулярно. Причина этого в следующем. Мы спасенные Христом люди, но мы живем во плоти, и поэтому у нас часто наблюдается плотская реакция. Она может быть правильной, то есть она по сути, реакция по сути, но она представлена в форме, которая сразу же нейтрализует саму суть вопроса. То есть делает абсолютно бесполезным или даже вредным вот эти вопросы, которые задаются. Вот по этой причине самое первое, что нужно в подобных ситуациях делать, это молитва. Самое первое. Почему? Потому что умы людей меняет только Господь, только Святой Дух. Наши какие-то аргументы, а тем более повышенный голос, тем более крик или нападки, они не меняют умы людей. Они только воспаляют круг. И вот здесь, конечно же, нам нужно учиться. Нам, я говорю о всех, о всех христианах, это не только проблема вот этого человека, это проблема и наша тоже, и проблема. Мы все живем вот в этой плотской зависимости, и нам кажется, что вот сейчас я должен доказать, вот сейчас я должен объяснить, вот сейчас я должен все поставить на место. Но это не так, мы не можем этого сделать, это может только Господь сделать. И поэтому нам нужно, понимая это, проводить много времени в молитве, чтобы искать Божьего воздействия на людей, на ситуацию, на понимание, на отношения, на расположение и так далее. Это первое. Второе. В Писании есть много указаний относительно того, как вообще люди должны высказывать свои несогласия или недовольства какими-то действиями, чьими-то действиями. Наиболее подробно, наверное, или так детально, об этом говорится в шестой главе послания Галатам. Там сказано так, братья, если впадет кто в какое согрешение, вы духовны, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Очень важное местописание, о котором нужно молиться, чтобы Господь дал силы им жить. Вот смотри, он говорит, вы духовны, исправляйте такового. Духовны – это имеющий плод духа. Если посмотреть немножечко выше, в 5 главе 22 стихе, там сказано о плоде духа. И дальше сказано о том, кто такие люди, которые имеют такой плод духа. То есть очень ясно говорится о том, что вы духовны для эффективного взаимодействия с грехами других людей, для эффективной помощи согрешающим или эффективного несогласия с тем, что неправильно. Для этого нужно самое первое – в плоде духа упражняться. Любовь, радость, мир, благотерпение, кротость, воздержание. Вот все вот это. Это первое. Второе. Вы духовны, исправляйте такового. И написано в духе кротости. Это еще один очень важный фактор. Кротость – это не отсутствие позиции. Кротость – это смиренная убежденность. То есть когда есть убеждение, но оно представлено не в агрессивной форме, а в мягкой, в любящей форме, в которой учитывается то, что я не возвышаюсь над этим человеком. Я не пытаюсь причинить ему зло. Вот, кстати, один из факторов, который всегда очень важно проверять, свое сердце и свою мотивацию. Если там есть какое-то присутствие моего «я», я всегда проиграю. Я не буду успешным. Почему? Потому что мое «я» блокирует действия Святого Духа. То есть наша цель – стать инструментом, проводником действия Святого Духа. Только он может принести это нужное изменение. Дальше, наблюдая каждое за собой, чтобы не быть искушенным, это второй уровень защиты. Это тогда, когда мы с кротостью говорим кому-то, но получаем реакцию некроткую, реакцию агрессивную, злобную, защитную. И вот тогда мы часто теряем бдительность и на это реагируем уже по плоти. И вот здесь Павел предупреждает, чтобы такого не было. Это одно важное место Писания. Второе, не менее важно, когда речь идет о служителях церкви, то здесь вот эта осторожность должна быть дабл, она должна быть удвоена. Написано в 1 Тимофея 5 глава, 1 стих, «Старца не укоряй, но увещавай как отца». Старца имеется в виду старшие, вот люди, которые старшие, которые имеют какую-то ответственность. Здесь вот еще дополнительно, кроме того, что мы вообще должны в духе кротости это делать, а здесь еще подчеркнуто, что увещавай как отца, то есть делай это с уважением. Если мы понимаем, что это духовный процесс, если мы молимся об этом, и если мы не возвышаемся, а уважаем этих людей, вот тогда мы приходим к точке наибольшего успеха своего обличения. Это не значит, что мы обязательно его добьемся сразу. Возможно, это потребует времени. Сам Иисус Христос многих обличал, и они не каялись. Но для нас очень важно, чтобы мы были инструментом Божьего водительства, а не инструментом своей плоти. Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, дорогие, в следующей программе интересный вопрос задал мальчик, которому 9 лет хочет креститься, принимать крещение. Может ли 9-летний ребенок принимать крещение? Считается ли этот возраст зрелым? На сегодня все. Храни вас Господь. Продолжение следует...